Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодняшнее видео о разминке, о сухой разминке перед игрой в воротах, перед тренировкой. Несмотря на то, что видео озаглавлено как для хоккейного вратаря, данная разминка подходит практически для всех, для любых видов спорта. По крайней мере, ее принципы, основные принципы, точно подходят. Что самое главное понимать в разминке? Многие путают разминку с серьезной растяжкой. Растяжка, пока мы с вами не сядем свободно в шпагат, это тренировка. И любая тренировка должна быть и начинаться с разминки. Так вот, если вы будете делать серьезную растяжку перед тренировкой и перед игрой непосредственно, то вы можете себе только навредить. Потому что серьезная растяжка после себя ведет серьезным обратным эффектом. И кто тренируется для того, чтобы сесть в шпагат, помнит, понимает это, когда после очередной тренировки на следующий день вы более скованы. Растяжка ухудшилась. Но на самом деле это не так. На самом деле просто мышцы, сухожилия, связки стянулись. После предыдущей серьезной работы требуется еще более тщательная разминка. Друзья, разминка это залог нашего с вами здоровья. Залог здоровья суставов, связок, сухожилий и мышц. Поэтому пока вы свободно не сядете в шпагат, каждая новая тренировка будет даваться сложнее. Но вернемся к разминке. Разминку я советую начинать всегда сверху, с головы, с шеи. И постепенно опускаться вниз. Обязательно нужно размять все основные суставы. Размять аккуратненько. Повторюсь, в разминке важна разогревочная составляющая. И плавность, постепенность повышения интенсивности самого разогревающего упражнения. Перейдем непосредственно к упражнениям. Я всегда начинаю с разминки шеи. Плавно опускаю, поднимаю голову вверх-вниз и поворачиваю влево-вправо. С круговыми движениями советую быть осторожней, особенно тем, у кого есть проблемы с шейным отделом позвоночника. Только вверх-вниз и в стороны. Немножечко поднимаю плечи вверх-вниз. Также для того, чтобы плавно привести себя в рабочее состояние. Не забываем о кистевых суставах. В обеи стороны. Вперед-назад. Напоминаю, друзья, всегда все делаем очень и очень плавно. Особенно в разминке. Постепенно, по мере наращивания темпа, это можно делать. Но, опять-таки, только после того, как вы уже немножечко разогрелись. Не стоит сразу делать резкие махи, любые вращательные движения. Никаких движений резких не должно быть. Не забывайте, в нашем организме присутствуют два вида. Как торможения, так и движения. И если одно будет чрезмерным, то и второе будет также присутствовать в большом количестве. Поэтому плавно-плавно разогреваемся. Подготавливаем все суставы. У многих болят коленки. Многие бегают. Вы знаете, что я, в принципе, впротив бега. А особенно, вы думаете, что можно раз сразу встал со стула или с дивана и побежал. Нет. Нужно сначала хорошенько размять коленки. Не забывайте, я живу в Штатах, и здесь бегают почти что все. Как вы думаете, какая операция на первом месте? Да, на коленном суставе. Бегают по асфальту в основном. Но еще более вреднее бегать по беговой дорожке. Поэтому, если вы видите, что какой-то инструктор или кто-либо вам советует бегать и бегать по беговой дорожке, а у вас избыточный лишний вес, то этот человек совершенно безграмотный. Он вам навредит. Ни в коем случае этого не делайте. Очень важно разминаться. Разминаться хорошо. И как я уже говорил, если делать статическую растяжку перед тренировкой или перед игрой, это может нам с вами только навредить. Нам с вами нужно разогреться в первую очередь, размяться. Заставить кровь начать бегать быстрее по организму. Подготовить все свои суставы для того, чтобы во время тренировки или игры не получить травму. А если вы будете чрезмерно растягиваться перед тренировкой, перед игрой, то ваши мышцы, сухожилия и связки будут восстанавливаться, будут утягиваться. И при резком движении, особенно если вы вратарь, вы можете получить серьезную травму. Растянуться в таком неудачном месте, где будет потом у вас боль. Которая будет мешать вам не только играть, но и тренироваться. Лучшее время для полноценной растяжки – это вечернее время. Медики говорят, спортивные медики, что лучшее время – это где-то 10-12 часов после пробуждения. Я рекомендую делать растяжку вечером, перед сном. Сначала 30 минут вы гуляете, что тоже очень полезно для позвоночника, особенно для поясничного отдела. А затем делаете комплекс растяжки. Растяжки на все группы мышц. Кстати, кто не знает, когда вы в отпуске или просто берете отдых от силовых тренировок, от любых тренировок, именно растягивающие упражнения позволяют сохранять тонус мышц, не терять работоспособность. Если вы будете растягиваться, то неделю-две отдыха от тренировок никак сильно не скажутся на растренированности. А если вы ничего не будете делать эти две недели, то, естественно, возвращаться к тренингу будет тяжело. Я очень люблю разминать именно коленные суставы, паховую область. Потому что, вы все знаете, играя вратарем, нам приходится много и тяжело растягиваться непосредственно в игре динамически. И именно так я и растягиваюсь, разогреваюсь динамически. Никогда не делаю статических растяжек перед тренировкой и перед игрой. Это позволяет мне обходиться без травм. Как в силовом тренинге, когда я приседаю за 200, делаю тяги за 200. Точно так же и когда я играю вратарем на льду. Раньше я тоже этого не понимал и получал кое-какие травмы. Точно так же не следует делать растягивающие упражнения, когда вы находитесь в тренажерном зале между упражнениями, между подходами и перед тренировкой. Перед тренировкой должна быть растяжка, которую вы видите сейчас на экранах. Легко статически потянуться, удерживая 10-15 секунд растягивающую позицию, можно после тренировки. Но очень и очень дозировано, ибо тоже можно получить травму. А вот вечером, повторяюсь, мы с вами должны хорошенько растянуть все мышцы. Подготовить наш организм к тяжелой работе. Не забывайте, что растяжка это тоже работа. И она требует разминки. Друзья, вот одно из моих любимых упражнений, которые вы сейчас видели, помогает мне подготовить практически весь организм к тяжелой работе. После хорошего разогрева нужно подышать. Я думаю, друзья, вам было полезно это видео. Делитесь им, ставьте лайки. Не забывайте писать вопросы в комментариях. И никогда не пренебрегайте разминкой. Если хотите долго заниматься, тренироваться, идти по пути оздоровления. Разминка это залог безопасности тренировки. Также не забывайте и о заминке. Увидимся на льду и в тренажерном зале.